Куда здесь он не пролезет сюда? Что это? Нет, он пролез! Всем хай, с вами сегодня Евгений, и тот самый, который Юджином себя именует в просторах интернета, и мы с вами играем в Метель снова. Только теперь мы пойдем по порядку и поиграем... Что? Метель 2? Следите. Это пока что можно следить. Скоро будет Метель 2, короче, но мы играем сегодня в первый эпизод, так как мы прошли с вами Юджин и Адель. Теперь Аллен и Эмиль у нас на очереди. Давайте начим с Алленом. Работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была Метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилась, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мощи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг тот ореско дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь, в комнату вошел он. Окей, в комнату вошел он. Абсолютно новая локация. Как писали вы в комментариях, что все эти заключенные во всех главах находятся в одном и том же месте, просто в разных отсеках. Мы слышим эту собаку. Та самая собака, которая была в главе Юджин. Мы сидим, мы лежим. Опа, отмычка. Зачем он ее положил сюда? Он что, дурак? Отмычка отмыкла. Мы вышли. Давай выбираться. Так, мне нужно придумать, как отсюда сбежать. Тихо, нельзя шуметь. Буду рассуждать молча. Для этого нужно сосредоточиться и думать только о побеге. Не отвлекаться ни на какие другие рандомные мысли, которые постоянно всплывают у меня в голове. Опа, смартфон. Отлично. Я так легко и играючи его нашел. Играючи. А ведь верно, я давно ни во что не играл. Интересно, а игры есть на нем? Офигеть! На нем установлена Dragon Hair Silent Gods. Командная ролевая игра с открытым миром в сеттинге западного фэнтези от издателя Marvel Snap. Игра включает в себя элементы TRPG из настольной классики, такой как D&D с бросками кубиков, захватывающими дуэлями в подземелье, а также созданием персонажей. Можно сделать такого. Или такого. Но не пытайся сделать вот такого. Серьезно, это ужасный персонаж. Настоящее уродство. Окунись в огромный фэнтези мир. Создай своего персонажа. Повторяюсь, только не этого. Выбирай одну из трех рас и четырех классов, каждый из которых обладает кастомными атрибутами, такими как сила, интеллект и харизма. И отправляйся на поиски секретов Адентии вместе со своими спутниками. Огромный мир Адентии включает в себя более 280 уникальных сцен, а ее площадь в уменьшенном виде сопоставима с территорией всей Европы. В процессе исследования мира ты столкнешься с множеством головоломок и квестами от NPC, где каждый твой бросок кубиков будет определять направление развития сюжетной линии. Бросай кубики и вступай в бой с обширным списком и спасти 200 героев со своими уникальными характеристиками. Собирай отряд из пяти героев по своему выбору. Стратегически располагай их на поле боя. Комбинируй их умения и наноси врагам сокрушительный комбо урон. Качайте Dragonair Silent Gods прямо сейчас по моей ссылке в описании или отсканировав этот QR-код. Таким образом вы поддержите и мой канал и заодно проведете очень много часов в увлекательной игре. Dragonair Silent Gods доступно на Windows, Mac, Epic Games Store, iOS и Android. Что это там шумит? О нет, я опять мыслями ушел в дебри! Нужно срочно спрятаться. Только не возле этих окон, а то от них холодом дует и себе все отморожу. Отморожу? Мороженое. Блин, я давно не ел мороженого. Что у нас здесь? Стоп! 13.01.12 Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. Сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего пытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению и скоро этот кошмар закончится. Пароль, это сервер... Ой, север. Запад, восток и юг. Пароль, север, запад, восток и юг. Север, запад, восток и юг. Чтобы это не значило. Итак, опа! Тот же самый кодовый замок, что был в последней части. Нет электричества. 220. Это нам не нужно. Не нужно его провоцировать так. Хорошо, веревка. Не поддается. Может попробовать еще раз? Поддалась. Опа, смотрите. Пожарный шкаф закрыт на ключ и опломбирован. Пожарный шкаф, ключ за стеклом, огнетушитель. Только как мне теперь это... Он же увидит это. Он же, блин, увидит это, когда зайдет. Надеюсь, нет. 13 декабря. Температура, чертежи, кирки. 14 декабря 2013. 14 декабря 2013. Ночью минус 22, 24. Утром минус 18, 21. 15, 17, 18. Это нам потом понадобится. Не знаю для чего пока еще. А, вот ключ за стеклом. Нам нужен ключ. Каким-то образом надо разбить. Отмычка все еще у нас, кстати говоря. Значит, мы можем, видимо, выйти отсюда. Но я не хочу пока спешить. А, смотрите. Тут в тисках зажат ключ гаечный. Он нам нужен. Окей. Давайте попробуем открыть эту дверь с электронным замком. А это заперто с другой, черт возьми, стороны. Слушайте, то есть если мы подадим сейчас электричество, то мы сможем воспользоваться панелью. А пароль это север... Какой пароль еще раз? Север, запад, восток, юг. Хорошо, давайте подаем. Север, запад, восток, юг. Запад, север. Но нет востока и нет юга. А, стоп, электричество так мы и не сделали. Почему-то. Обрыв провода. Вот оно в чем дело. Надо чем-то залепить. Стоп. 8. 8, 1. 3. 2. Теперь бы понять, где здесь север, восток, запад. Допустим, если север вот здесь, то запад тут. Значит, получается 8, 3. 1, 2. 8, 3, 1, 2, видимо. Но что-то еще есть в этой комнате. Я чую это. Опа, молоток. Так, это уже хорошо. Новая находка. А мы можем обратно его положить? Не можем. Разбить. Твою же мать. Что я зашел? В клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Все, ничего не заметно. Все отлично. Я все закрыл, все закрыл. Единственное, что веревка. Ну, будем надеяться, что он не заметил. Я не мог ее убрать. Ее некуда девать. Откуда он придет? От отсюда. Ну, здоров. Снова ты. Все от него сбегают. Это неудачный маньяк. Он, значит, обижается из-за этого. Что-то здесь не так. Да нет, все нормально. Эта веревка не могла упасть сама. Да я не мог ее убрать никуда. Нет. Стой. Выходим. Все, он убил меня. О, нет, мы живы. И все у нас есть. Прекрасно. И не так уж это и было, и страшно. Теперь у нас есть ключ, который мы, видимо, можем... Блин. Мы не можем его нигде использовать. Вот где мы можем использовать? Обратно. Можно поставить будет? Можно. Хорошо. Берем. Это рукоятка, прибитая к стене. Рукоятка, прибитая к стене. Хорошо. Вот так ставить обратно этот плакат. Опа! Как я мог этого не заметить? Пилка по металлу. Изолента. Прекрасно. Итак, смотрите, мы что делаем. Вот что делаем, потом... Ладно, теперь у нас электричество подается прямо на этот щиток с кодовым замком. Попробуем? Отлично. Что мы там говорили? 8, 3, 1, 2. 8, 3, 1, 2. Может быть звонок, если мы неправильно сделаем. 8, 8, 3, 1, 2. 8, 2, 1, 2. Сработало? Не сработало. 8, 3, 1, 2. Ой, блин. Черт! Обратно все возвращаем. Все возвращаем обратно. Все закрыто. Закрыто, поставлено. Уходим обратно в клетку. В этой части гораздо больше времени дается, кстати говоря. И маньяк причем дольше проверяет все ли на месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да ты просто параноишь, чувак. Иди обратно. Кто включил панель управления? Я не выключил панель управления, господи. У меня есть еще один шанс? У меня есть шанс, фух. Ладно, он уже кровит немножечко. Я использовал ножовку. Ножовку, все. У меня же теперь точно нет отмычки. Всего два раза можно было применить. И дверь я уже не закрою. У меня нет шансов обосраться больше. Кстати, я и ключ просрал. Ладно, это не север. Допустим, север вот это. Тогда у нас... О, я тупой. Север-запад. Это же не запад, это восток. Юг-то внизу. А, извините, ребят. Но я просто нервничаю. Между прочим, я у маньяка в гостях нахожусь, а не вы. Поэтому я нервничаю. Север-запад. Восток-юг. Значит, 8-1-3-2. Ладно, он нас не убьет. Он нас не убьет. Все нормально. Он не убьет нас. Клетка закрывается. Это точно не север. Вот, что мы выяснили. Попробуем теперь, что вот это будет север. 2-3-1-8 получается. Ну, сейчас все нормально будет. Ну, что я так опять? Ты чего вечно такой недовольный, а? Почему ты такой вечно придирчивый? Хорошо, ладно, прекрасно. Что мы там говорили? 2-3-1-8. 2-3-1-8. Нет, нет. Кто это зашел? Не понимаю, не понимаю, где здесь что. Анна, пусть юг, север будет вот это. Тогда 3-8-2-1. 3-8-2-1. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Тебе просто показалось. Пожалуйста. 3-8-2-1. Есть. Итак, управление помещением. Давайте дверь, наверное, попробуем сначала. Открыть. Она открылась. О, ванная опять. Двор! А вот здесь Юджин будет сидеть. Что это? Голова кролика стрёмная. Вы понимаете, там я буду сидеть. Посмотрите этот видос, где я там сидел уже. А я помню, что я обращал внимание, когда играл вот там. Я обращал внимание на эту комнату. Господи, как всё связано в этой игре. Очень клёво, продумано. И я немножко себе благодарность говорю. Потому что я вдохновил ребят на создание такой игры. Именно я. Моя идея. Моя доля. Где? Окей. Чё там? Чё там? За стеклом? Нету ничего? Ага. Вот болт как раз-таки гаечным ключом нужно открутить. Ломик! Можно ли обратно поставить его? Не можно. Всё, это наш теперь. Крышка унитаза привенчена на винты. Блин. Гаечный ключ для всего нужен здесь. Ящик. Пусто. Ящик. Что это? Рукоятка. И здесь пусто. Ванная бесполезная. Ладно, это уже много чего мы нашли. Цепочка. Её надо чем-то разрезать. Думаем. Ломик нельзя. А, погодите, рукоятка же как раз-таки для этой штуки. Давайте открутим. Возьмём гаечный ключ. Закрутим. Закрутим. Ну, видимо, не нужно. Используем. Есть. Что мы можем теперь отодвинуть? Эта кирка нужна для этого. Так, задвигать. Задвигать обратно надо. Задвинуть обратно, я тебя прошу. А, здесь нужна будет отвертка. Что ж, у нас теперь есть только монтировка. Из того, что мы можем сделать, это попытаться открыть дверь. Нет, заперто с другой стороны. Монтировка здесь не поможет. А может быть, тогда лифт? Стоп. Дверь сначала закроем. Лифт. Включить. Чёрт. Кто это там шумит? Опа. Опа. Мы всё закрыли? Мы всё вернули? Всё хорошо? Никогда не заподозрить, что я тут лазил. Ну, давай. Засеки хоть что-нибудь. Хоть какой-нибудь косяк, пожалуйста. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Отлично, ему показалось. Какой ты дурашка, конечно. Слушайте, а может быть, можно ломик использовать, чтобы достать? Да. Да. У нас теперь есть палка. Давайте откроем дверь снова. Где-то мы должны найти часть от кирки ещё одну. Внимательно. Внимательно. Я мог пропустить. Очень легко. Давайте подумаем. Он спрятал рукоятку от кирки за плакатом. Значит, где-то ещё он мог спрятать и саму кирку. Ту самую штуку, которая составляет кирку. Он мог спрятать это где-то зачем-то. Да господи. О. Блин. Да, я не увидел, что здесь ящик открывается, но он и бесполезен оказался. Опа. Я положил. А могу забрать? Могу. Хорошо, я положил. Может быть, я могу вообще эту штуку поднять? Она не поднимается. А, блин, как я не увидел ещё эту штуку. Нет. Нет. Да почему у него везде вазы? Почему у него везде, блин, вазы? Быстрее. Я вижу тебя и твои вазы. Маньяк грёбаный. Так, выключаем. Выключаем. Дверь закрыта. Всё закрыто. Всё у меня в руках. Клепку обратно. Я хороший пёсик. Я забыл свои радужные колечки скушать. Что-то здесь не так. Иди, хавай их. Видимо, показалось. Есть, хорошо. Прекрасно. Эта часть гораздо более понятна в плане и геймплея, чем предыдущая, которую мы играли. Четвёртая. Там вообще была дичь полная. Так, у нас есть отвёртка. Открыть дверь. Сейчас, сейчас мы должны найти обязательно откирки. Да. Обратно. Блин, уродство. Ладно. Ладно. Давайте соберём сначала. Всё, готово. То есть, по идее, мы должны внезапно включить лифт, как говорилось в записке, и сбежать. Окей. Лифт. Включить. Быстрей. 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 А! Мистер Труп. У него есть что-то? Мы должны что-то сделать. Быстрее лифт. Надеюсь, он не пролезет сюда. Он уже здесь. Что это? Нет, он пролезет. Нет. Мы проиграли. Была рукоятка для лифта. Не знаю, для чего она нужна, правда. Кто сожрал мою колбасу? Какая колбаса? Я реально поверил, что сейчас возьму и победю сразу с первого раза без смертей. Но нет, нет. Всё не так просто, как я думал. Что у нас было там? Три, восемь, два, один. Нам придётся сначала вот это сделать. Пакость небольшую. Открывай. Забирай. В принципе, это всё. А, давайте ещё сразу сделаем вот это. Сидим, терпим его присутствие. Я вообще обижу на тебя. Я в угол встану. Я не смотрю на тебя, маньяк. Я обижу. Так, ещё страшнее стоять. Отлично. Три, восемь, два, один. Дверь открыть. О, прикольно. Здесь все предметы как надо спауниться. Ну-ка, мы можем использовать плитку по металлу, чтобы цепочку разрезать? Тупо, что мы не можем использовать это. О, давайте сразу отвертку ещё достанем. Окей. Быстрее забираем всё. Раз, два. Открывай. Всё. Валить, 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 валить. Дверь закрыть. Успеем. Ой, блин, клетку чуть не забыла. Всё в порядке, сэр? Надеюсь, я не напортачил как-нибудь? Вроде бы не должен был. Что-то здесь не так. Видимо показалось. Ну, конечно же. Конечно, не напортачил. Я знаю всё, что нужно делать. Единственное, что я не понимаю, что в конце пока делать. Лифт очень долго едет. Нужна эта рукоятка. Для чего? Давайте сначала попробуем не вызывать лифт, а просто разбить кладку кирпичную. Итак, по порядку пошли. Ключ забрали. Сюда положили. Гвоздодёром всё это убрали. Блокат обратно поставили. Вот. Теперь у нас чётко есть кирка. Всё, дверь... Я же открыл дверь. Я же нажал открыть, тварь. Вот, всё. Теперь открыл. Отодвигаем. Ладно. Вот сейчас попробуем разбить сначала. Окей. 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 Думаю, это правильный порядок. Всё, выключаем. Всё закрыли. Всё на месте. Белиссимо. С чем это он? С чем это он пришёл? Что это у тебя? Что ты собираешься делать с этими инструментами? Зачем ты их принёс? Просто вот внезапно вкинули крутую штуку. Ребята, очень круто сделали, разработчики. Что-то здесь... Это как будто... Это меня на нервы кидает сразу. Я думал, что всё схвачено. Видимо, показалось. Зачем он принёс ящик с инструментами? Что это за инструменты? Вот оно что. Что он собирается делать со мной этими инструментами? Мы теперь можем наконец-таки цепочку разрезать. И там внутри... Дверной засов. О! Типа вот так? Отлично! Это будет гораздо больше времени теперь. И нам нужна рукоятка обязательная. Ведь, чтобы спуститься... Лифт-то не сможет спуститься без неё. О, чувак, который был до меня здесь. Почему ты сдох? Наверное, он не успел сбежать. Он допустил эту ошибку. Которую я не допущу никогда. Ни разу не допущу. Кажется... Всё, друзья. Кажется, это последний рывок. Включаем. Кто это там шумит? Жалко, дверь нельзя закрыть. Ну ладно. Мы выиграли время нормально. Скорее. Я же рукоятку поставить. Когда лифт приедет, видимо. Он там ломится? Давай, давай, быстрее. Сволочь! Он ломится. Давай быстрее, пожалуйста, лифт! Ну, давай! Давай! Ставься! Поехали вниз! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Что, заполезет? Мы выиграли! Ага! Где ты, чёрт возьми? Меня нет? Вот ты проклят! Он принял! Он просто схавал! Он же может спокойно... Опа! Вот как оно сделано! Посмотрите! Адель! Она уже там! Это я её спас! А не Юджин! Ну-ка! Вы нашли выход и обнаружили ещё одну жертву! Помогите ей выбраться! Всё! Мы победили! Мы победили! Прекрасно! Вот такой был классный эпизод! Как мы быстро прошли его! На самом деле, один раз всего сдохли! Но он гораздо проще, чем предыдущие все! Это, по-моему, второй будет сложнее уже! Круто мы сделали, что победили! Надеюсь, что вам понравилось это видео! Оно было короче, чем предыдущее! Но и в этом тоже своя изюминка есть! Зашли быстренько, посмотрели видос! И пошли дальше отдыхать, заниматься своими делами! Для этого я и здесь, друзья! Чтобы помочь вам немножко расслабиться, отвлечься от повседневности! Немножко радости привнести вам! Немножко раздражения, если я вдруг туплю! А иногда такое бывает! Хоть в это и трудно поверить! Спасибо всем, что смотрели! Ставьте лайк! Подписывайтесь на канал! Ждите следующий видос! Не забывайте про мой Бусти! Ссылка будет в описании! А с вами был Юджин! И всем пять!